Даррер должны побеждать, конечно. Нью-Йорк Таймс не пишет по-русски? Ну да, наверное. Нужны стримы в С3. Хавк стримал сегодня ночью. Я поржал. Я не совсем правильно... Почему неправильно в комментариях писать ошибки? Я комментарии стираю потом, если нужно. А иногда я не стираю. Пойду я катать ночью по опции. Но когда закончу все дела, может быть, и можно будет покатать. Хотя завтра важный день. Завтра еще более... Еще более важный. Поехали. На этот раз First Pick и Evil Genius. Забирают они Нью-Йорк. Отвечают Ликаном. Банят, я имею в виду. Что-то я хотел еще сказать такое. А, кстати, в четверг... В четверг-четверг планируется... В общем, поеду я в Москву освещать админы против посетителей для одного портала. Вот. Так что будет интересно. Да, только я на нем свой пас не помню. Но ладно. Не знаю, ничего не могу обещать. Я не очень выспался просто. Хотелось бы, во-первых, восстановить режим. Во-вторых, надо многое сегодня все-таки... По чуть-чуть, но многое доделать. Ну, посмотрим. Может быть, поиграем. Итак, на этот раз Висп все-таки в бане от Evil Genius. Ну, не знаю, насколько это хорошее решение банить Виспа. В принципе, он не так уж хорошо и потащил. Но, возможно, боятся, что на хорошем пинге он будет куда опаснее. И Адара бан Рубика. Тоже такой респект, бан. Рубик все-таки нарулил. Даже тематический журнал уже начинает сдавать своим электронным версиям. Ну, да. Ну, я рядышком с Москвой живу, но не из Москвы. Кстати, в четверг будет четверг. Да. В четверг Драмер едет в Киев. Но, к сожалению, летит. К сожалению, в Киев я не лечу. Darkseer от Evil Genius. Evil Genius вскоре летят в Данию на буткэм, где будут тренироваться к International. И, возможно, свои европейские. Но это не просто же так они летят в Данию. Почему именно в Данию? Во-первых, и, наверное, главная причина, что все-таки европейская сцена более насыщена командами. Здесь проще тренироваться будет. И можно много будет игр увидеть действительно без проблем с пингом. Дешаком отвечает сейчас Дарар, и второй раз уже этот пик уходит у них первым. Что с Дотой? Игра скоро начнется. Да, уже началась. С Дотой упала Дота на некоторое время. И Чен! Инча в бане. Отличный пик Чена. Очень хорошо он должен сюда заехать. Но Darkseer. Darkseer это Darkseer. Он могуч и силен. Мы тоже работаем душой. International в конце августа, начале сентября. В буквальном смысле этого слова. По-моему, прям... Ну, я не помню точные числа. По-моему, как раз там 30-е какие-то числа. Где можно на меня подписаться? Я не знаю. Наверное, вот самые точные анонсы моих стримов можно найти на Virtus'ах. Ну, потому что там есть расписание удобное, которое легко пополнять. И там оно сейчас заполнено и наиболее, скажем так, актуально. Подписаться на какой-то канал тяжело, потому что BTS я стримлю на один канал. IG Mansley Madness на другой канал. Virtus'овский канал у нас вообще третий, на который я стримлю все остальное. Поэтому тяжело. Не знаю. Ну, можно ВКонтакте. Но ВКонтакте я тоже особо не регулярно дополняю. Все-таки на Virtus'ах лучше всего искать информацию. Тем более, что это не так трудно. Shadow Demon. Последний пик первой стадии от Dara. Отвечают Tinker, Amovel Genius и Enigma. Да, вот у них прям такое все очень жесткое. Стянуть, засосать. Tinker с машинками, с ракетами. Нравится мне все-таки пики Evil Genius. Вроде удары тоже хорошие пока что пик. Есть связка Лишак, Shadow Demon. Есть Чен. Но... Хаус Найт в бане, Брюмастер в бане. 31 августа, 2 сентября. Стримит опять просплю работу. Но сегодня не так долго, часов до 12 всего. Да, ну, чтобы быть в курсе, я говорю, реально, лучше самое расписание на Virtus'ах. Нет, нет, нет. Ссылка... В твиттере тоже я не всегда пишу. И там расписание вы точно не найдете. Там только по факту за 5 минут до стрима. Это равно дно. Обещали состав по доте к концу июля. Но июль еще не кончился. Малу в том работает. Ну, можно и так сказать. Шестко, конечно, звучит. Тайт Хантер от Evil Genius, Лон Друид и Сэн Кинг в бане. Интересно, почему демоны перестали брать всякую... Всяких бэтрайдеров. Видимо, Тайт Хантер реально на сложный. Все более популярен становится. Малу-то диффенс опять не из игры стримить будешь. Ну, этот я уже вопрос объяснял несколько раз. Не пускают меня в игру на диффенс. Никаким вообще образом. То есть, об этом шел уже разговор. Только по доте ТВ. Почему я не стримил Старладер через доте ТВ? Ну, у нас как бы со Старладером партнерские отношения. И это было бы не очень по-партнерски рестримить их турнир. Учитывая, что как бы и там русскоязычные комментаторы и тут. Поэтому мы вешали просто плеер Старладера. Хотя я, честно говоря, этот вопрос не уточнял. Но мне показалось именно так. Ну, я его посмотрел. Не весь, правда, но... Бэйн Аддарр. Этот великолепный герой. Очень сильный дизейблер. Наверное, один из самых сильных дизейблеров. Потому что все три... Все четыр... Нет, три из четырех костов это... Дизейбл, Сон, соответственно. Финц Грипп и... Ооо, Undying от Evil Genius. Как я это давно ждал. Наконец-то. Ну, наконец-то, Undying. Ну, вот это сейчас будет давление Клинкса, Дарр. Может, не имеется... Ну, вешаю... Нет, 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 ребят. Вы не совсем понимаете, как это происходит. Ничего. Будем свято верить в то, что рано или поздно удастся построить Старладер официально. Это, конечно, мечты-мечты. Ну, или тот же Диффенс там. В принципе, полгода назад мне даже вот такие турниры не удавалось стримить. Сейчас все уже гораздо лучше. Двигаемся в этом направлении. Ну что ж, Фаник. Магус. Гот на Бонфлетчере, на Клинксе, Артстайл, на Лишаке и Гоблин на Чене. Бульба. Тинкер. Естественно, демон идет Дарксиром на сложную. Вот оно что. Тайтхантер! Надел на себя штурвал. Да, шмоток, видимо, действительно нету на Бэтрайдера, поэтому не пикует. Вот Маэлк будет играть на Энигме опять, и Фир играет вот за этого Гуля, за этого Дохляка, который... Вот мне всегда интересно, почему, когда ондайнг вырастает, почему у него шлем не разрывается на голове? Вы сейчас увидите, когда он будет кастовать ультимейт, что происходит вот с этим маленьким шлемом и с его головой. Ну, для тех, кто еще не видел. Даррор, идут втроем в чужой лес. Это что, в чужом лесу будет, Чен? Ну, судя по всему, да. Действительно, очень агрессивная. Трипла у них. Бон на миде. Магус на легкой. Не, ну на Фира не полезут, конечно. В инвизи, или Шрак? Ой-ой-ой, Юниверс. Очень большие проблемы, но он уходит вовремя. Если его здесь зацепят, он может просто-напросто не уйти. Хотя, в принципе, нет, он переживает все, что есть. И, я думаю, хватило бы ему ХП. Хотя, опять же... Слем сжимает голову сверху и удавливает массово творческое челюсть. Ну да, что-то типа того получается. Фир у нас будет играть на зомбаре, и зомбарь будет у нас в такой кэре. Ну, конечно, зомбарь это прежде всего герой для массовых замесов. И даже Тайду он тому же может дать в этом плане фору. Ему интересно биться только с большим количеством оппонентов, с большим количеством союзников, чтобы было много народу вокруг, чтобы действовала хорошо его пассивка, действовали хорошо его скиллы, чтобы мог он силу вытягивать из всех. Ой, у зомби проблемы. Парни, у зомби проблемы. Зомби пытается уйти. Уходит в лес. Ставит Томп Стоун! Ворует сейчас силу. Сейчас здесь могут все вообще полечь. Прячут его Шадоу Демон. Дешак дает стан. Попадает только лишь по зомбарю. Но Томп Стоун сбили очень хорошо. Если бы Томп Стоун не сбили, здесь были бы большие проблемы. Тайт Хантер очень битый. Стан попадает. Скелетики должны какой-то урон наносить, но, естественно, не догрызут. Маэлк выходит. Дает Малифайз. Чен телепортирует, но, кажется, не успеет. Да, умирает сейчас. Ферст Блад, но убивают и Андаинга в ответ. Великолепно. Тайт Хантер ловит, и Тайт Хантер не уходит. Что он здесь забыл? Я не понимаю. Просто взял, прошел по ворду и умер. Энигма не может качаться в лесу, потому что здесь Чен и Фаник ставят очень грамотно сейчас вот этот варс, сбивает его, находит Энигму. Если чем зацепить, она Малифайз откидывает Чен, и Чен очень битый, и сейчас, скорее всего, он умрет. Да, конечно, здесь еще и Тайт. Великолепно убивает его Андаинг. Ну, не такой плохой размен Энигму на Чен, учитывая, что Андаинг забрал килл. Видит сейчас Фаника. Фаник идет. Ставится Том Стоун, Солкетчер. Тинкер на хосте прибегает. Очень вовремя второй лазер. Какой урон. Вот это совершенно другая дота. Не сравнить с первой игрой. Третья минута уже 6 киллов мы видим. Просто сумасшествие какое-то. Зомби покупает себе сапог, щиток. Есть у него одна фласочка. Юниверс на отводах. Тяжело, конечно, было в начале Зомбарена. Он сейчас вот Лывак поднимет. Он играет через Томп Стоун. На него вообще втроем вылетать не вариант будет. Он будет ставить эту гробницу. Сбивать ее не так уж и просто. Там все-таки достаточно она толстая получается. Он еще и хилить может, между прочим. Да, бегает. Зачем-то здесь вот этот вот Сатир сливается только, по-моему. Сейчас его может убить. Нет, не решился его убивать. Фир, хотя золота достаточно много. Маэлк находит Шадоу Демона. Или Шадоу Демон. Маэлк и Шадоу Демон постарше. Ну и, естественно, поопаснее в битве 1 на 1. Потому что у него есть... Дисрапшн. Ой, куда залетел Арт Стайл сейчас. Выдает стан очень хороший. Но Том Стоун поставлен. Сбраться здесь очень тяжело. Энигму все-таки убивают. Тайт Хантер тоже битый. Откидывается. Юниверс. Умирает. Даблкил от Чена и Фир. Фир не отпускает Лешрака. Андаенг забирает двоих уже зомбями. Зомби грызут третьего. Андаенг триплкилл сейчас сделает. Фир просто красавчик. А я предупреждал. Я предупреждал насчет Том Стоуна. Да, изначально он был не так уж эффективен. Но зомби стакались, стакались, стакались. В итоге Шадоу Демон сам не заметил, как умер. Ну и Чена уже эти зомбари не отпустили. Я думал сбил. Я думал сбил. Реген Маны собьет. Но нет. Есть уже ульт. Флэш Голем. Здесь прибегает Клинкс с Мидо, с Акиллой. Но у него нету даже шестого. Зачем он прибежал сюда? В то время как у Андаенга уже шестой. Да, он конечно убивал очень круто. У него 4-1. Большие проблемы могут быть с Андаенгом. Клинкс. Находит Маэлка. Ой, где-то мы это уже видели. Клинкс против Энигма. Камвизми, когда забрал как раз таки килл на лохитах. Выкладывает Бульба Фласку и сейчас Демон. Демон устремляется обратно наверх. Сверху Бэйн, который пока себя никак не показал. Он фармит Сол Ринг. Ну и конечно Бэйну хорошо. В общем-то. Чем? И вручает Урсу. И убегает ей. Урс получает несколько тычек. Фир что-то себе купил. Ну потому что у него нету денег вообще. Угу. Это Аркан себе купил Фир. Да, для Зомбаря это не такой уж плохой айтем. Потому что у него мало мана. Ему не хватает. Ну ладно, не знаю кто еще себе мог купить Аркан. Скорее всего все-таки это Фир был. Летит Пенек к нему. И Пенек ему привозит Аркан. Да, Куру конечно не убить. Слишком мало урона. Есть уже Аркан у Зомбаря. Заходит на него. Но опять же опасно. Сейчас зайдут сюда. Поставит он Томп Стоун. Флэш Голема. Сворует пару раз силу. И что с ним делать? Да, и подтягивается. Как знает сюда уже Маэлк. Юнивер здесь же. Летит на ДП. Тинкер ставится. Томп Стоун великолепно. Флэш Голем пошел. Тайда стирает в доли секунды. Артстайл не выживает. Слишком много урона от Тинкера. Тинкер бежит дальше. Не видит сейчас Фанника. Сейчас как только увидит, даст ему ракеты. Нужно давать ракеты. Хотя здесь зомби догоняет. Флэш Голем. Ой-ой-ой. Что происходит вообще? Посмотрите на это. Челюсть огромную. Тинкер лазером настигает. Убивает сейчас Шадоу Демона. Два в один размен. Но Бэйн. Бэйн подконтроливает Дарк Сира. Что он там делал вообще? Под вышкой. Не совсем понятно. Да, Дэн, конечно, прелесть. Просто красавчик. Артстайл. 0-3. 0-3-3. Правильно даже будет сказать. Седьмого левела Андайенг с четвертым Томпстоуном. Конечно, я не знаю, как этого парня можно вообще убить. Только как-то очень быстро. Вот это тоже такой момент. Потому что если ты Андайенга быстро не убиваешь, он ворует очень много силы. Стакаются зомби. Все. Тебе уже не вариант. Выживать. Тем более, что есть Аркан. Ворует силу. Раз. Прячут. Посмотрим, удастся ли убить сейчас. Андайенг не успевает. Неправильно дает стан, точнее, Лешрак. Андайенг активирует ультимейт. И просто-напросто прогоняет сейчас Лешрака. Естественно, бежать за Лешраком с Диаболиком и Шадоу Демоном не стоит. Но посмотрите, как же шикарно чувствует себя. Какой запас есть у него по ХП. Маны не так много. Но убивает юнитов. Хилится за счет этого. Да, и в одиночку фактически сдерживает вот такую жесткую здесь. Такой жесткий прессинг. Магус. Цеплять должен Майлка. Цепляет Майлка. Если чем-то еще подконтролить. Здесь же тает зомби. Зомби бежит. Нет у него Томпстоуна. Но! Как быстро отваливается Чен. Майлк бежит и сможет ли уйти или нет. Тинкер дает лазер. Майлк, судя по всему. Майлк, Магус, конечно, судя по всему, не уйдет. Дает ракеты. Ракеты улетают по иллюзиям. Андайенк. Еще одно убийство. Уже мега килл. Крепы Чена. Ну, крепы Чена убегут, наверное, все-таки. Терять еще и их было бы опасно. Сюда же приходит. Андайенк есть уже у него Томпстоун. Но Тинкера просто-напросто стирают в секунду. Не ставит Томпстоун. Ох, какой урон сейчас. Зря Фир сюда полез и разрывает его с ульта. Нет. Да. Явно переоценил. И дает Лишаку сейчас сбить свои пять стэков. Получает Лишак много золота за это. И много опыта, естественно. Потому что Андайенк был почти девятый. Переоценил свои силы. Но ему не хватило мана. Если бы он там и Томпстоун воткнул, и похилился бы, и силу своровал, может быть, что-то бы изменилось. Ну и в ульте бы забежал. Но это если бы, если бы, если бы. Пока что достаточно равная идет игра. Некоторые преимущества появляются у нас ударом. Но оно реально не такое уж и большое. И опять же у них больше такой пуш-пик. С одной стороны. Да нет, со всех сторон у них больше пуш-пик. Потому что Тинкера всякая жесткая кэри, чем любой из здесь представленных. Ну, Клинкс при всем моем уважении к этому герою не способен с Тинкером в поздней стадии игры соперничать. Слишком много у Тинкера всякой фигни. Там, если он собирает фекс, шиву, ветра. С ним вообще невозможно становится. Манту там еще, не дай бог. У Майлка большие проблемы. Это минус Майлка, наверное, будет. Да. Я не знаю, куда он пошел. Сверху, тем временем, Бульба, у которого практически есть на Травелла. Сейчас заберут вышку, будут Травела. Да, тем временем, Тир-2, вышка уже падает. Ну, естественно, Чен, Дарксир, ой, Дарксир, Шадоу Демон и Лешрак всяко быстрее пушат, чем вот эти три героя. Ну, у Тинкера фактически есть Травелла. Ему 50 монет всего лишь остается. Вышку за номером 2 на миде. Ботами убивают сейчас Даррор и уходят. Реген от Клинкса играет без сапога, через Супер Фаст Торчит. И через Некрачей будет играть Бэйн. Да, будут давить Даррор. Опять будут давить. Но вот, несмотря на то, что они Капитана сменили, их стратегия стала стажей. Давление, давление, еще раз давление. Диаболик. Посмотрите, на этот раз это действительно эффективно выходит, в отличие от прошлого. Вот уже третья вышка падает, и очень быстро... Здесь есть Клинкс. Клинкс активирует огненные стрелы, дает Тайду. Какой урон под Соулкетчером. Секунду. Великолепно. Зомби. Здесь же Блэкхол от Маэлка. Чудовищные просто. Зомби всех убивает практически. Высасывает кучу силы. Пытается уйти. Дарксир не уходит. Клинкс забирает еще один килл. Энигму в сон. Магус спасается. Находит сейчас Фаник. Бульбу. И вместе с Бульбой может найти свою смерть. Нет. Малифайз. Силу. Ворует. Слишком много урона. Вошло сейчас Клинкса. А Бульба отхилился бутылкой. Его еще и захилил Андайн. К Сол Рипом. Ну все равно. Пять на пять. Я не знаю. Очень тяжело вот так вот пушить. Да, у них отличная стратегия под пуш. Есть чем цеплять. Есть чем убивать. Сол Кэтчер. Там Клинкс. Ну как против Тайтхантера. Энигмы. И Андайнга. Драться пять на пять. Я ума просто не приложу. Вот этот Блэкхол под Том Стоунбом. Это только начало. Дальше будет жестче. Потому что будет качать свой ульт Андайн. Клинк будет еще сильнее ослаблять врагов в драке. Энигму ловят станом. Разбивают ей лицо. Затягивают сейчас Дарксир. Всех Энигма живет очень долго. И сейчас еще убьет Магуса. Магус пытается умереть. Пытается умереть. Забавно. Ну и что? И уходит судя по всему все-таки. Каким-то образом. А, он на ТП ушел. Отхилился. Лишь Шрак. Ищет сейчас. Ну очень зря, по-моему. Ой, как его затягивает шикарно сейчас. Есть стан. Есть стан. И станом должен выбираться. Артстайл. А, его даже Чен телепортирует. Вот так вот. Да это демон. Демон любит. Он что за Бэтрайдера любил сажать оппонентов на всякие вот эти вот горки? Что... Дарксиром. Зомби. Одиннадцатый. Никак не может добрать. Ему обязательно это нужно, чтобы усилить свой ультимейт. Да, там 5% туда, 5% сюда. В итоге будет очень здорово это все работать. Клинкс практически имеет торчат. Ну только одну вышку потеряли сейчас Даррор, в то время как раз, два, три потеряли Evil Genius. 3000 как раз преимущество где-то. Ну две вышки, там немножечко фарма. Вот они и есть эти 3000. Но по опыту ситуация равна абсолютно. И что самое вот жесткое для стратегии Даррор, для их пуша, то что Тинкер уже имеет травела. И Тинкера с травелами задавить очень тяжело. Это действительно один из самых непробиваемых героев. Тем временем Фир уже имеет у нас Вангвард. Вангвард это очень хорошо. Сажает его зачем-то сюда сейчас в сон. Не совсем я понимаю в чем была фишка. Фаникс и Нигг. Повоевал немного. Но Дарк Сира тяжело все-таки один на один перебить. Вот таким вот тоже саппортом. Потому что... Дисрапшн, Солкетчер, Ульт, все. Уже ни о какой... Драке речи не идет. Выходит втроем в пуш сейчас. Не тратит топ-100. Сажает Дарк Сир сам себя сейчас. Дарк Сир. Почему я Шадоу Демона Дарк Сиром называю? Кто-нибудь не скажет. Портификацион. Ну что, неужели собираются дефить как-то? А нечем дефить. Вот так вот. Пуш-пик пуш-пиком. А когда тебе в лоб выходит вот такая вот компания из троих вот этих вот героев. Даже из четырех. Здесь еще и Дарк Сир. Тоже очень толстый. Тоже с вакуумом. И тоже заточенный под битву. Пять на пять. Здесь очень-очень тяжело. Дарк Сир. Дарк Сир. Не знают просто, что делал даже. И я им даже ничего не могу посоветовать. Я сам не знаю, что здесь делать против такого пика. Ну вот Шадрус Демон какую-то агрессию проявил и умер. Ульт. Только в одного лишь. Да. Ну, Андайн справляется со своей задачей. Юниверс уходит. Сейчас встретит там двоих. Энигма дает Мекку. Мима дает Блэкол двоих. Великолепно. Да. Минус два. Здесь Чен и Клинкс пытаются что-то сделать. Чен убивает Андайн. Андайн бежит дальше. Боже, какой он дикий. Этот Андайн. Блин, посмотрите, какие все медленные под Том Стоуном. Да, этот гроб. Он в Дота 2 не так заметен, как в Дота 1. Там зомби были гораздо более заметны. Здесь его поэтому просто можно не заметить. Но я думаю, со временем, в общем-то, к этому все привыкнут. И будут так же бояться, как огня его, как и в первой доте. Ну что ж, великолепно. Я, кстати, совсем не сказал про связку Клинкс и Чен. Когда Клинкс может съесть больших крипов. Ловят. Очень хорошо, но Дарксир. Дарксир мало того, что съел Соулкетчер за место Фира. Он еще, посмотрите, что сделал. Он спас его. Тинкер влетает сюда же, под стеночку Дарксира. Да, кажется, все идет к 2-0. Ну, я не знаю. Эндайнг первый раз я его вижу во второй доте именно в игре профессионалов. И он абсолютно такой же тащун, как и являлся, каким и являлся в первой. Я думаю, вот после этой игры все чаще и чаще он будет у нас появляться. Ну, посмотрите, какой классный герой. Практически любую драку 5 на 5 превращает в тотальное уничтожение. Просто такой вот герой, чем очень плохо? Даже если ты начинаешь более-менее равно драться, если ты затягиваешь драку против Фандайнга и не сбиваешь Томпстон, то все, ты проиграл. Слишком много зомбей. Если, ну, плюс у него хил, плюс он ворует силу. А быстро его убить очень тяжело. Клинкс, тем не менее, сейчас будет пробовать кого-то загангать. Но ему нечем сбивать ТП, вот в чем проблема. И Тинкер всяко уйдет. Как бы быстро он ему не пытался удочковать. А еще посмотрите, что прикупил себе зомби. Это Блэйд Мэйл. Да, против таких героев, как Шадоу Демон или Шрак. Да и все. Ну и, наверное, Клинкс тоже Блэйд Мэйл будет очень неплохо работать. Шадоу Демон поздно себя спрятал. Получил все-таки урон от ракеты. И вот то, о чем шла речь. Ну как вот можно задавить Тинкера? Он один останавливает троих сейчас. Да, отступает, естественно. Да, все-таки продавливают. Ну как надолго он задержал этот пуш? Еще и ракетами там настигает. У Лишака не остается вообще хп. Снизу тем временем ломают вышку. Тем самым один в один по вышкам будет. В ноль золото. Опыт на стороне Рэдиентов уже. Ну и идут они дальше. С огромным количеством крипов. Как-то удачно так здесь. Целая армия получилась. Сверху тем временем пытаются что-то сделать. Дара. Ну Тинкер опять же. Он сейчас опять будет запускать вот эти вот машины. Опять осложнять пуш. При этом сам не попадается. Два в два по вышкам размен. Идут дальше. И вот здесь та ситуация, что Тинкера дальше уже давить смысла не имеет. Потому что нужно возвращаться обратно. Слишком быстро ломают. Посмотрите какое огромное количество рэдж-крипов. Сидж-крип есть. Идалоны. Вышка проседает. Фортификейшна нету. И сейчас еще здесь драку могут навязать. Тайтхантер в сон. Рано. Рано. Ой, Дарксир. Дарксир, который на самом деле Шадоу Демон проседает по ХП очень жестко. Стенка ставится великолепная. Ульт. Том Стоун. Воткнул или нет Андаинг? Да, воткнул. Где-то Том Стоун. Не умирает. Активирует Блэдмэл. Хилл. Он захилил себя на все ХП сейчас. Боже мой, это... Я вообще не знаю, что может быть хоть настолько же... Наполовину настолько же эффективно, как Хилл Андаингл. У него 1300 ХП. Он отхилился практически на 1000. Цепляет еще и Чена. Чен минус. Три в ноль размен. Том Стоун стоит очень аккуратненько за вышкой. Сбить его нет никакой возможности. Evil Genius катком сминают своих оппонентов. Влетает Арт Стайл. Активирует, конечно, Уль. Диаболик. Но хватает всего, чтобы пережить. Еще минус Арт Стайл. 4 в ноль размен. Минус сторона. И Мека входит во всю эту гапшу. И Том Стоун опять есть. И Дарк Сир. Ты что такое? Почему Дарк Сир-то? Хоть бы Шадоу-Емана сегодня больше не было. Иначе это будет всю трансляцию. Все. Если вот такая вот фигня началась, кого-то с кем-то перепутал, от этого не уйти в ближайшие 24 часа. Юниверс, скорее всего, умрет. Да, Клинксу ему щедрую стрелу отвесил. Пытается Демон уйти. Грамотно Фир уходит на ТПшки. Размахивает руками. Ну, а Фир ушел, а Демон просто убежал на четвертом Сурже. У него, кстати, есть отличный айтем против Клинкса. Если Клинкс его найдет, просто он активирует свой Гост Скипетр. И все. И Клинкс ничего не может сделать. Практически Вейс Стрейв. Тратится в никуда. Бульба. Бульба уходит. Клинкс находит здесь Крепа. Съедает его. Наверное, Тинкер подумал, а почему мне не дали золото-то за Крипов? Странно, странно. Ну, в любом случае, у Тинкера все хорошо. У него Форстаф появляется. Отличный айтем, чтобы его было сложнее цеплять. Что дальше будет у Андаинга? Это Вейл оф Дискорд. Ну да, у него магический урон. И вообще, почему бы и нет? Фир! Фир! Активирует ультимейт! Должен ставить сейчас Том Стоун. Том Стоун почему-то не ставит. Чего-то ждет. Очень битый. Активирует Блэд Мэл. Сбивает все-таки его. Хил Чена хороший. Но с Лазера добивает Тинкер. Пошли машины. Нужно отступать отсюда. Иначе от машин просто-напросто будет не уйти. Есть уже Некрономикон. Тайду выжигает всю ману абсолютно. Посмотрите-ка, три в один разменялись сейчас. Очень неплохо. Еще и Дарк Сиро, судя по всему, нашел где-то Клинкс. Так и произошло. Я не понял, почему Ан Дайвинг не поставил сейчас Том Стоун. Это было реально дало хорошие шансы. Тинкер не решается влететь. И забирают вышку сейчас Даррер. Да, но, наверное, не удастся им пойти дальше. Они, конечно, попробуют. Но вряд ли удастся сломать вышку. Вот здесь пошли машины. Номер один. Машины номер два. Тайт Хантер уже на готове. Ракета и Далоны. Падает постепенно вышка. Ой, как много! Шадоу Демон! В секунду! Здесь же Ан Дайвинг толкает его вперед. Нужно будить. Будет его Тинкер. Наверное, Магус не уйдет. Уже Вейлду в Дискорд получает. Получает гаш. Тинкер влетает на Травеллах. И сейчас убьет просто-напросто Магуса. Щедро. Отвесил Лазер, но добил его Дарксир. Два в ноль. Тинкеру нужно убивать, наверное, Эниггму. О, у него Бутс оф Тревел. Она хилится Меккой. Здесь же затягивают обратно. Маллифайз, нету инвиза. Еще долгое время не будет. Лазер получает и год. Год падает. Вот так вот. А все... Ну, не сказать, что все правильно сделал, потому что вышло не очень. Но все вроде по задумке не так плохо было. Захиливает, естественно, Энигму. Как только может Фир сейчас. У него нету Мехи. Через 17 секунд только будет. Клинкс выкупается. Но опять есть ультимейт. Есть Том Стоун. Влетает сюда Тинкер. Все впятером здесь. Нет, Тинкер не смог телепортироваться. Или он только улетел на мейн. Ну, не следил я за этим моментом. Но даже и без Тинкера здесь начинается. Трэш. Опять стенка Дарксира будет. Опять имеется Блэкхолл. Андайенг отступает. Стенка очень неплохая. Стягивает всех под стенку. Под Том Стоун. Энигма даже не тратит пока что Блэкхолл. Нужно хилить. Как демона сейчас спасает Андайенг. Ну, пуш на этот раз не так хорошо дался. Все-таки, наверное, стеночку стоило поставить подальше. И сбили Том Стоун. Лучше отойти решают. Тинкер уходит на топ. Будет толкать Лайн здесь. Скоро. Уже очень скоро Хек с таким фармом. Ну и Андайенг. Интересный билд через ВВ в Дискорд, на самом деле, для Андайенга. Я думал, что он будет собирать какой-то Пайп. Или что-то вроде того. Без Пайпа вообще играют. Но Дарксир будет его делать. Видно это по плащику. Хотя, мне кажется, зомби бы Пайп вообще зашел нормально. Это, в принципе, стандарт для него. Тинкер уходит на ТП. Артстайл немного прожигает. Артстайл без Диаболика. Встречают его. Неплохо он успевает активировать ультимейт. Застанивает. Блэйд Мэйл. Минус Артстайл. Тинкер уже здесь, наверху. Гем есть у Дарксира. Поэтому далеко вряд ли сможет уйти сейчас Клинкс. Его захиливают. Он все-таки уходит. Слишком большой муспит. Затягивает Шадоу Демона. Шадоу Демон рассыпается в секунду. Успевает спрятать себя в Дисрапшн. И все равно умирает. Тайдхантер ультует вдвоих. Настигает. Сейчас Магус. Откидывается ему Эншер Смэш. Гаш. Велу в Дискорд. Входит в Магуса. Магуса пробивают. Еще Гаш. Откидывается Магус. Минус Магус. Мега килл от Тинкера. 8-1 Тинкер. 0-6 Тайдхантер. Но так и не скажешь. Тайдхантер прям смотрится все равно хорошо. Несмотря на то, что умер 6 раз. Но у него 15 ассистов. Наверное поэтому. 13-3. Фир. Да, конечно, Андайинг затащил эту игру. Безусловно. Последняя Тир-2 башня падает. Ну и что? И опять с ультом. Андайн. Как раз они очень хорошо сейчас разменялись. Все ульты есть. Энигма не тратила еще Блэк Холл до сих пор. Ну просто нет у нее возможности его грамотно запустить. Слишком много чем могут сбить. В таком пике. Но если она его сможет хорошо реализовать. Стан заходит снизу. Клинк здесь же. Тинкер. Хилл неплохой. В Дарк Сира. Дарк Сира спасается. Уходит в Госсептор. Вытягивает великолепно. Какая игра. Демона Блэк Холл. Сумасшедший сейчас от Майелка. Входит. Разрывает троих. Ну и это ГГ. Великолепная игра от Демона. Демон просто потрясающий. В очередной раз убеждаюсь в этом. Вакуум просто решил сейчас эту игру. Ну и Майелка конечно красавчик. Вообще очень грамотно было. Насколько я помню. А нет. 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 Магический урон. Когда не совсем это было верно. Но наверное все равно. Я имел ввиду Госсептор. Который был завез. И опять он вакуумом стягивает. Это не Дарксир. Это Пудж какой-то. Он всех вытягивает с рампы. Реально больше похоже на игру через Пуджа. Но только вакуум стягивает наверняка. В отличие от Хока. Которым нужно еще попадать. ГГ пишут. Дарар и Эвил Джинниус. Содерживают победу. Браво Эвил Джинниус. Дарар сейчас ждет. Уже буквально через 4 минуты. Игра в рамках Дифанса. Которую мы будем смотреть. На Огноде во-первых. Во-вторых через Дота ТЛ. Да. Все сломали. Уже здесь Тир 4 вышки пробили крипы. Ну что ж. Великолепно. Заходит. Очень неплохо. Вэлл оф Дискорд. Айтхантер. Ульт. Под фонтан вырываются. Андайд устраивает настоящий рейк. Но игра на этом заканчивается. На этой очень классной ноте. Великолепная игра от ЕГЭ. Я не понимаю как они на Дифансе проиграли Дарар. Вообще. Просто. Понять не могу. 16-3 Андайк. 9-1 Тинкер. 2-6. Тайдхантер все таки вылез. Со дна немножечко. Но. Все без исключения. Играли очень хорошо у ЕГЭ. Я даже не могу сказать в чем была ошибка Дарар. Наверное в том что они сегодня просто вышли на матч. Ну что ж. q